В траковых русскоязычных сообществах принято говорить, что водители-дальнобойщики, которые работают в американских компаниях, устроены только по WTU по легальной схеме, имеют много-много бенефитов, получают маленькую зарплату. Но как оно на самом деле? Сегодня я пообщался с водителем-дальнобойщиком, который работает в большой американской траковой компании. Естественно, мой вопрос был, сколько ты зарабатываешь и сколько платят ваши компании. И по какой форме ты устроен? Какие у тебя бенефиты? На что он не ответил? Смело берут людей, которые только что перешли границу, получили CDL, оформляют по 10-9 в форме, платят 65 центов за милю. И все условия такие же, как в русскоязычном сообществе. Даже существует, возможно, работать в Локал, к примеру, в том же Колорадо, и платят 35 долларов в час, если ты будешь работать на вот такой большой фуре, на Рифере. Поэтому условия схожи. Даже я вам скажу, что местные компании русскоязычные в США платят 25 долларов в час, кто работает Локал. А в этих компаниях платят 35 долларов в час. Вне зависимости от того, какой у тебя статус. Главное, чтобы у тебя был CDL. А получить ты его можешь в некоторых штатах и по туристической визе. Продолжение следует...